Все, ребят, заходим в дом. Вот с улицы так это холодно. Вот уже стоит печь. У нас, ребята, ее затопили. Вообще, вчера только с крыши слезли. Вчера было 22, сегодня... Блин, вообще страшно говорить, сколько. Печь установлена на подготовленное основание. Здесь был вырезан пол, 4 сваи вбиты. Вообще, каркасный дом, он стоит вот этот вот, он стоит на свайном основании. И когда вы думаете, что делать, 4 сваи забиваете, там подливаете площадку, и получается. Мы потом ставим вот такую симпатичную накладку, притопченный лист, печь. Печь уже затопили, но вы знаете, что наши печи трехканальные. Подъемный канал, два параллельных опускных и подъемный канал, да? Прочистная дверка, систему чистое, стекло, которое обеспечивает вот эта вот печная дверка. В верхний шибер у нас воздух попадает, занавеска является, и стекло вот чистым остается. Нижний приток воздуха и вторичка, вторичный приток воздуха. Вот эти вот отверстия, вот это отверстие, это технические отверстия, которые позволяют нам частично с пода снимать тепло. Самое интересное, что здесь у нас печь как бы на два помещения. Вот это вот большое помещение, кухня-гостиная, проем есть, который в дальнейшем отделочники заделают. И этот проем заделается таким образом, что один сегмент печи небольшой, там четверть печи, будет выглядеть, ну, как бы обогревать вот то смежное помещение. УПС предусмотрена, это самая наша ходовая печь, сударыня в кирпичной облицовке. Печь рассчитана на двухразовую топку в течение суток. Каким образом? Мы утром топим ее на день, и она весь день стоит теплая, да? Вечером ее топим в ночь, и она всю ночь у нас стоит теплая. На втором этаже у нас там тройник, мы это все дело покажем для того, чтобы подсоединить печь. Но на первом этаже у вас хороший теплоаккумулятор, 1200 килограмм, горячий, огненный, хорошая батарея. Очень часто бывает так, что, ну, люди строят большие, все-таки современные дома, много окон, много комнат, а печь хотят поменьше, понимаете? Вот по уму-то здесь надо несколько печей ставить. Вспомните, как дома были у бабушек, там небольшой дом, 5 на 6, и там две печи стояло, да? А здесь одной печи хотят. Чудес на свете не бывает, но наши печи можно истопить погорячее. Таким образом, что рука будет не терпеть, там, до 80-85 градусов ее нагреть, вот, но она и греть будет, соответственно, больше. И еще хочу сказать, что сегодня мы приехали, дом, в принципе, промороженный, вот, и печь ледяная была. Вот мы ее затопили, тут конденсатчик чуть-чуть выпал, а так работает. Нет тебе вот этого отваления штукатурки, вываливания дверок и так далее. Надежно, крепко, неубиваемо. Ну и здесь, ребята, вот так вот выглядит УПС. Вообще, пока чистовая отделка сделана только полы, они немножко застелены, стены, потолки чуть-чуть попозже будут сделаны, но стоит уже накладка. Причем здесь установлено все таким образом, вот многие просто спрашивают, чтобы отделочники потом наши ничего не снимали, они будут подходить своей доской, ну, прямо к нашему разделочному узлу. Вот он, дымоход идет, вот, расширение УПС и декоративная накладка. Итак, ребята, мы с вами на втором этаже, вот он дымоход, немножко его отвели, попадало стропилину, ну и чтобы горизонтальный участок. Вот так это выглядит все на втором этаже. Это тройник для подключения, наверное, какой-то будущей печи, там люди поживут год-два, определяют для себя, нужна печь. Если нужна печь, значит, вот уже дымоход предусмотрен. Сам дымоход выкрашен цвет старая медь. Ну и давайте наши УПСы покажем. Вот это расширение, это один УПС, вот конденсат сейчас печи, вот печь затопили, еще капает, да? Сам трасса дымохода и второй УПС. Потом будет сделана отделка. УПС, ребята, ну, у нас есть видео, это когда мы берем трубу, обычный сэндвич, и поверх его одеваем еще одну трубу. У нас есть видео, посмотрите более подробно, с воздушным зазором. То есть, как бы двойная и тройная защита получается, как бы два сэндвича получается. Масло, масляное, еще с икрой красной. Собирается без пыли, без грязи, вот без вот этого включенного станка каждый день. То есть, вот мы тут подмели буквально все, все. И еще хорошо, что это первый предмет, который в строящемся доме начинает, ребята, работать. Вы ставите себе печь, и потом зимой в минус 30 топите печь и делаете чистовую отделку. Ставите подоконники, стены зашиваете, потолки и так далее. А печь уже работает, сердце дом. Печное отопление рулит. Впервые здесь наш печной центр и строительная компания «Авангардстрой», наша нижегородская, которая строит там десятки домов каждый месяц. Каркасные, кирпичные, любые, найдете в интернете про них информацию. Вот мы впервые с ними, так сказать, столкнулись на этом объекте, да, в хорошем смысле слова. Научили на примере вот этой печи их специалистов строить печь. И теперь по нижегородскому региону не только мы, мы печники, но и специалисты компании «Авангардстрой» могут устанавливать нашу печь. Обращайтесь, заказывайте, где печь наша купить в регионах, вы все знаете. Пишите, звоните, и вам такую печь поставим. Всем тепла и уюта, с Новым годом, пока! Субтитры подогнал «Симон»!